На берегу моря у лабиринта звучал не только джаз, а музыка, которую принято называть авторской современной, одним словом, теплые звуки севера. Сыграть на контрастах и назвать фестиваль именно таким именем впервые предложил норвежский музыкант Харальд Эвельд. Теплые звуки севера — это такое создание контрастов. Север холодный, мы люди севера. Но тепло — это тепло музыкантов, которые они несут публике. И это здорово, когда фестиваль фокусирует свой взгляд и на особенном месте, как это. Особенное место стало своеобразной проверкой для музыкантов. И дело не только в технических сложностях. Важно было не нарушить гармонию среды, привычный уклад соловецкой жизни, да еще и буквально слиться с окружающей природой. Я исполняю такой вариант саамского джаза. Я саамка и живу на севере, в очень похожем месте. Эта часть меня — моя культура, мой язык. Теплые звуки так и рождались на стыке культур. Если саамская певица исполняла фольклорные композиции своей среды, но в современном звучании, то коллектив «Духовые братья» собрали мотивы разных частей света, где только побывали. Юмор, освежающий звук — так говорят о норвежском коллективе. Самой настоящей музыкой для ума стали композиции москвичей Алексея Круглова и Андрея Башева. Совместно с нашим барабанщиком Олегом Видановым они создали уникальную импровизацию. Мне кажется, это очень естественно для человека. И в этом есть для него какая-то потребность. Выражать свои какие-то музыкальные идеи на природе, для людей. В конце концов, это же все едино, все как-то вот так вот взаимосвязано. По мнению музыкантов, звук рождает все живое. И затем сложно не согласиться, если вспомнить еще и древнюю аксиому, что именно звучащее слово «звук» и создало этот мир. Алена Мананкова, Соловки, Автогребня. Алена Мананкова, Соловки, Автогребня. Да. Часто ли вы вообще находили в такой взаимодействии джаз и вообще музыка, понятие у каждого свое? Часто ли вы понимали действительно другого человека, слышали, что он говорит, что он хочет? Ну, как правило, да. Я не помню, я не помню своей истории момента, чтобы что-то не получилось. Все равно можно найти, конечно, зависит от опыта всех музыкантов, но все равно можно найти всегда точки соприкосновения в такой музыке. Она настолько широка, настолько разнообразна, что так не получится, не получится. Все равно как-то получится. А есть вот какой-то, так скажем, не знаю, хотите, стереотип, может быть, перед именами, да? Вот Волков, вот Гайворонский, да, это мастера. С ними легко играть, они тебя всегда поддерживают, вы как в команде. А есть музыканты, неизвестные, так скажем еще. Я тоже сотрудничаю с такими музыкантами, из города Тихвина. Их никто не знает, но очень приличные музыканты, так же точно нормально.